О свадебных традициях предков расскажет новая выставка в библиотеке имени Пушкина. Куклы, невеста и женихи прибыли из разных регионов. Одни в ярких восточных нарядах, а другие по моде северных народов – в мехах. В свадебные сундуки с приданным заглянула Лариса Ульяненко. Если бы Елена Тихонова из Горшечного выходила замуж лет 100-300 назад, глядя на ее наряд, родственники жениха наверняка пригорюнились бы. Бедная невеста. На рубахе не шелковая вышивка, а имитация. Вместо скатного жемчуга – скромный бисер. И никаких тебе сундуков с постельным бельем, рушниками, скатертями да салфетками. Неприданное. Слезы. В старину не красота и стать при выборе невесты были на первом месте. А что дают за будущей женой? И насколько работящей она была? Девушки танцевали. Если вы обратили внимание, то они постоянно руки разводят. И не так просто разводят. Девушки показывают, какие мозоли у них на руках. Если у девушки есть мозоли на руках, значит, она считалась трудолюбивой. И, естественно, ее брали в семью. Хотела каждая семья в дом получить не просто невестку, а, естественно, трудовую силу. Замуж девочек выдавали рано. Иной раз в 13-14 лет. Согласия жениха и невесты при сватовстве спрашивали редко. По рукам родители ударяли, когда будущим мужу и жене и 10 лет еще не исполнялось. Девушка с парнем даже могли друг друга и не знать. Знавали и могли увидеть друг друга только на свадьбе. Директор Горшечинской школы искусств об обычаях предков знает немало. Ездит по курским селам, собирает рассказы старожилов о том, какой была их молодость, молодость их родителей. А сегодня Елена Тихонова – гостья старого оскола. Ее пригласили на открытие новой экспозиции в библиотеке Пушкина, посвященной традициям предков и свадебной моде. Куклы-невесты и женихи приехали из разных регионов. Есть и близкие к нам – Воронежская, Курская, Липецкая. А есть и из дальних далей – Татарстан, Забайкалье, Самара. Одни наряжены в шаровары, другие – в мехах. Вот сундуки с украшениями и самоцветами. Тут – перины и подушки горой. Не зря передвижная выставка называется «Приданная для куклы». Одна из сценок в витрине от матери к дочери знакомит с нарядами невест Тверской области. На свадьбу девушка одевала шторф на сарафан с бахромой, позументом, тесьмой и дорогими пуговицами. Порчевую рубаху с длинными рукавами, шитые золотой нитью, а на голове у невесты – кокошник шиша. Но мы сейчас видим, он именно у матери в руках находится. Украшенный речным жемчугом. Кокошник обычно изготавливали на заказ и приобретали ко дню свадьбы за немалые деньги у жемчужниц-вышевальщиц. В костюме женщины жемчуг олицетворил жизнь, а кокошник с жемчужными шишками – плодородие. Хозяйка мини-музея тряпичной куклы Елены Ислентьева рассказывает и о приданном невест средней полосы, и о мусульманских свадебных обычаях. Самый ценный подарок преподносился супруге. Жених дарил невесте после бракосочетания подарок – махар. Цитата из Корана. А за удовольствие, которое вы получаете от них, от жен своих, давайте им установленное вознаграждение, приданное. Традиционно жених дарил золото, но это могло быть и оплата за обучение невесты какому-то ремеслу. Хотя наряды у народов разные и обычаи тоже, однако много в них и схожего. А чтобы лучше прочувствовать эту похожесть, гостям выставки на мастер-классе предложили самим изготовить куколку-закрутку. Лариса Ульянин, Алексей Грачёв, Михаил Лактионов, 9 канал.